Буквально несколько минут назад мне поступил звонок, и вот зрительница, имя и фамилию, естественно, называть не буду, да я их и не знаю, сообщила, что вот ее ребенок учится в МОК Запад, Московский Общеобразовательный Комплекс, как-то так это расшифровывается, или просто Образовательный Комплекс Запад, учится там на профессиональном образовании, специальность называть не буду, и вот их вызвали. Внезапно им разблокировали все транспортные проездные, все дела, вызвали на учебу, на учебе накормили неожиданно хорошим обедом, до этого пока было не дистанционное якобы обучение, а нормальное, кормили очень, ну обедами гораздо более низкого качества, вот, и тут хорошо покормили, и всех заставили подписать бумажку об отказе от участия во всяких мероприятиях, митингах, 23 января сего года, ну то есть завтра. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Вот, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, будя на то воля ваша, поддержите мой труд, друзья, труд независимого журналиста, обозревателя, вестника, вот, если, ну я действительно независимый, и поэтому мне приходится каждый ролик просить вас о поддержке, ну, потому что с деньгами, похоже, сейчас, ну, при хороших деньгах сейчас только путинцы, верно, или, не знаю, какие-то счастливые исключения, потому что, на самом деле, в стране происходит все больше и больше обеднение, придушивание населения страны. Так, в Башкортостане и в Татарстане люди уже не скрывают своего серьезного недовольства резким, скачкообразным ростом платежек по коммуналке на 30%, друзья. При этом уже нарушается базовый федеральный закон, по которому рост стоимости коммунальных услуг не может превышать инфляцию. У нас что, 30% инфляции на самом деле? Это я цитирую, кстати, депутата Мосгордумы, простите, забыл ее фамилию, читал в Царьграде или где там у них на сайте эту новость. Действительно, возмущение растет, экономические факторы обеднения, обнищения, ну, налицо становятся. Ну, у кого как. Кому хуже, кому чуть получше. Ну, в общем, на самом деле, людям все тяжелее. И в Башкортостане даже вернули 26 миллионов рублей, переплаченных, как бы, за коммунальные услуги. Ну, все равно такой мощный дисбаланс. Вообще, вот, все происходящее сегодня в России можно одним словом, да, характеризовать дисбаланс. Понимаете? Потеря равновесия, полная потеря равновесия. Так вот, начали по Москве ходить всякие инспектора по квартирам проверять незаконную перепланировку. Причем, говорят очевидцы, что штрафуют даже, скажем, за отсутствие двери на кухню. Если вы там вместо двери висюльки какие-то повесили, могут за это оштрафовать. Незаконная, блин, перепланировка – это просто бред и трындец. Дверь на кухню – это не несущая стена. То есть, ну, это просто. Это, ну, действительно, какой-то ад, поборы и так далее. Потому что, наверняка, штрафы какие-то дикие назначают. Ну, а как еще? Вот, ограбление штрафами. Действительно, да, этот режим добивает людей именно ограблением, ну, вот, избавлением от ресурсов. Денег нет, но вы там держитесь. Вот, такие дела. Что ж, конечно, все это отвратительно и гнусно. Вот, и действительно, ну, власти бы следовало вести себя как-то, не знаю, достойнее, адекватнее, хотя бы пытаться. Вместо этого одна не лепится за другой не лепится. И, знаете, еще хочу сказать, что вот это вот, то, что произошло в МОК «Запад», в Московском образовательном комплексе «Запад», это не исключение. Как мне сообщил еще один зритель, не буду уточнять пол, имя, возраст, что угодно, сообщил, что также детей в школах, к примеру, подмосковного Одинцова, заставляют расписки давать у несовершеннолетних людей, берут расписки у несовершеннолетних граждан без разрешения их официальных опекунов, то есть родителей. Ну, это уже идет полный трындец, ну, и говорит, конечно, о главном, о таком страхе, что ли, власти. Ну, я, безусловно, испытываю беспокойство, мне больше всего хочется мира и счастья для всех людей, для всех сограждан. Вот, и вот как-то так. И, конечно, все происходящее наполняет меня тяжестью некой, потому что, ну, блин, много у меня вопросов и к самому Навальному, и ко всей этой истории с гюльфиковым отравлением в заоблачном мире и прочее, и прочее, и прочее. И опять, и опять он созывает на уличную акцию, а сам он в заточении, в безопасности. Нет, ну, безусловно, он в заточении, в матросской тишине, и никаких шуток нет. Вот, ну, вот так вот выходит. Что ж, помогай нам всем, Бог, дорогие друзья. Хочу добавить, что сегодня мои именины. Вот. Так что, вот, но отмечать я это никаким особым образом не буду, попью чайку с лимоном. И добавлю, как же здесь холодно. Холодно, ага, вот здесь я познал холод. Сибирские морозы такие вкратчивые и в то же время могучие. Что ж, еще раз, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии взвешенные, разумные, друзья. Очень много провокаторов и среди комментаторов. Не поддавайтесь на призывы какие-то дебильные к насилию, на призывы куда-либо вообще. У каждого из вас есть собственная голова, и вы именно своей головой и думайте. Вот. Думайте, да. Мы же Homo sapiens, люди разумные, человеки разумные. Вот. И если решите поддержать труд Homo erectus, человека двуногого прямоходящего Захарыча Блаженного, загляните в описании к этому ролику. Что ж, доброго вечера, друзья. Пойду пить чай и радоваться именинам. Помогай нам всем, Бог, друзья. Да смилуется Господь над Русью, матушкой и над всеми нами. Да подарит Он нам мир, доброту, милосердие и процветание. Счастья вам всем. Доброго вечера.